всем привет дорогие друзья с вами я тут и сегодня мы снова с вами в хастал и прошло время наверное сделать следующую серию по войне посмотрим что у нас из этого получится первую версию о войне я делал практически когда она только вышла поэтому там было достаточно много неточностей и более того уже многое поменялось поэтому наверное я ее оставлю ну а эту сделаю как обновленную версию ссылочку наверное предыдущего дам вам здесь же внизу итак давайте друзья начнем с вами обо всем по порядку для чего нужна война и что нам нужно для того чтобы в ней участвовать первое итак война нам нужно для чего для того чтобы когда мы вот сюда вы переходили набирали набивали войска все мы зарабатывали с вами такие волшебные сундучки в каждом из этих сундучков находится что-то интересненькое и если первый сундук он совсем что-то простейшее содержит то последний сундук который мы к сожалению никогда не набирали уже содержится достаточно большое количество всяких интересных плюшек и прибамбушек более того непосредственно вам если вы победили вашей башни будет начисляться дополнительный сундук в котором будет также некий лот там могут быть кристаллы могут быть вот такие вот песочек который сейчас у нас появился уж забыл как он называется да из которого с помощью которого мы улучшаем наши вещи вставляя туда всякие дополнительные ништяки и вот это сейчас на мой взгляд является самым интересным лутом за которым стоит ходить на войну потому что до этого ну там так себе были всякие приключения мы несколько раз набирали там несколько сундуков и в общем там по одной две вещи на всех хватало вы представляете две недели у вас идет война вы тратите кучу яблок там прочь прочь а выхлоп у вас вот ну такой маленький совершенно единственное конечно хорошее настроение вам дает когда вы выигрываете но при этом никто не гарантирует что вы получите какие-то отрицательные эмоции если вы проиграете ну то есть мы с вами можем получить вот такие вот плюшки и подарки но в том случае если сможем набрать вот на этот царь сундук но у нас обычно это получается если мы не участвуем войне просто ходим на арену бьем соседи обычно это получается нас такой вот сундучок ну а если ходим на войну то обычно вот такой вот сундучок получается в общем все равно клан наш не очень доволен очень хотелось бы получить хотя бы такой сундук но пока нам это никак не удается итак друзья для чего туда ходить мы с вами поговорили тем более узнали что вот появились нас дополнительные дополнительный стимул для того чтобы туда ходить он и в сундучке есть и дается непосредственно каждому игроку при выигрыше значит смотрите как все это работает каждый человек который ходит на к в который состоит в клане он получает определенное количество звезд за победу то есть если вы стоите в башне и ваша башня выигрывает то награда полученная за эту башню делится между всеми участниками всеми кто защищал башню порогу и вы получаете эти звездочки которые идут вот сюда на ваш счет вот сюда и идут в общий зачет для того чтобы человек имел право на распределение награды которая будет у вас в результате получено на распределение от этого сундучка там или вот этого или вот это в общем того которого заработаете вам нужно чтобы вот здесь у у вас было набрано вот максимальное число и все это варьируется непосредственно от уровня тронного зала вашего здесь у меня по моему самый большой тронный зал поэтому 30000 на маленьких уровнях это там какие-то смешные уровни я уж не помню там по 8 что ли 1000 или что-то такого плана но опять же если вы точно знаете можете поправить меня всегда в комментариях я буду только лишь за это если вы не набираете вот эту сумму 30 тысяч до необходимую то вы просто-напросто не попадаете в список который участников которые могут участвовать в распределении наград и при всем желании клан лидер либо тот человек который будет распределять у вас всю эту добычу сундука вам возможности у него возможности не будет просто даже при всей любви к вам ничего дать из этого списка вы просто такой возможность иметь не будет поэтому ваша персональная задача все-таки набрать хотя бы вот это значение это первое набирать его можно в войнах набирать его можно при нападении на соседей у меня здесь достаточно низкий уровень у некоторых соседей здесь будут какие-то значения бы там по 100 по 200 и так далее там по 30 60 но такого соседа нападать смысла вам нет никакого потому что помимо того что здесь но слабенькие ресурсы он вам и звездочек тоже не даст дальше звезды можно также набивать на арене за каждую победу то есть даже если вы в результате нифига не выиграете где-то там будете в жопе в хвосте в самом получите какие-то смешные выигрышные моменты на арене вы за каждый выигранный бой будете получать тоже звезды он тоже будет идти в зачет то есть в принципе вы можете на войну как таковую не ходить вы можете фармить соседей фармить арену и я вам показывал уже своих видео что прекрасно 4 сундук для такого скажем среднего или слабого клана вполне можно набрать для того чтобы все это дело получить и так по звездам здесь мы с вами все закончили единственное что про звезды я вам хотел сказать что здесь если вы занимаете там первое второе третье место вам еще добавляется определенное количество звезд если вы занимаете третье например место или даже второе там но все башни забрали ваши конкуренты с первого там либо второго места да то есть вот допустим вы получили третье место но у вас 0 очков то есть вы ни одну башню не забрали как места здесь распределиться еще вам чуть чуть попозже расскажу значит и получается что здесь есть много очков здесь есть много очков а здесь везде по нолям идут но вы при этом на третьем месте то при распределении очков все очки уйдут вот эти вот первым двум вы ничего не получите не сына на третье место для вас это будет глухо то есть хотя бы одну башню вам друзья надо затащить чтобы можно было как-то получить звезды свои дальше что на что нужно здесь обращать внимание при подготовке к войне у нас есть несколько карт они грубо говоря делится на несколько типов первый тип это когда башен очень мало вот как сейчас и есть среднее количество башен и есть когда башен очень когда башен очень много ну знаете если у вас слабый клан то хотя бы попробуйте поставить в каждую башню по одному войну одному войну и хотя бы чтобы была возможность случае если враг не поставит туда такое есть вы можете просто там две-три башни взять просто вот наобум поставив туда война а больше туда никто не поставить такое у нас работает часто но чем выше у вас будет уровень клана такой будет работать реже и реже и будут вам попадаться кланы которые будут во все ставить башни и такая схема срабатывать не будет но опять же на начальном этапе это важно дальше второй этап во второе важная вещь которую мы хочу сказать вот здесь вот пока идет у вас идет расстановка да кстати сразу я вам скажу что война начинается у нас в определенное время значит в сама война начинается в 6 часов в 12 часов в 6 часов вечера и в 24 часа вечера и расстановка на войну начинается за два часа до этого то есть вам нужно успеть за два часа до начала войны вступить в войну чтобы ваш непосредственно клан лидер нажал вот на эту кнопочку активировал войну и сделал это за два часа до начала непосредственно войны значит какое время у нас здесь получается получаться 4 утра это получается 10 утра но и дальше через 6 часов все это соответственно 10 утра дальше получается 16 дня и дальше получается 22 вечер до 22 часа вечер вот это вот крайние даты для расстановки войск чуть-чуть заранее нужно это сделать иначе вам придется уже ждать следующей войны которая будет начинаться через шесть часов на мой взгляд выгоднее играть в ночные войны это война 24 часа по москве все все время к которым он говорил все по москве в 24 часа по москве и война которая идет в 6 часов утра по москве туда очень редко кто ставит и больше шансов выиграть но это вот на практике так получается что мы здесь вот значит смотреть можем видеть пока мы еще здесь расставляемся мы можем посмотреть что представляет из себя наши враги то есть мы можем зайти вот сюда клане посмотрите и смотрим то сколько у них членов клана да вот эту всю информацию минимальный рейтинг там расположение ты рыб и ретра ливали на что нас здесь интересует а здесь интересует вот этот хрень это количество значит складывается из некого суммарного я не знаю этот алгоритм сразу вам скажу если знаете опять же напишите алгоритм складывается из вот этих вот значений клана на плюс он еще прибавляется при победах но вот я сразу вижу что у них очень достаточно большие значения в принципе чтобы снизить это число можно понижать рейтинг клана ну как вы обычно сливаете кубки да то есть чем ниже количество кубков будет у каждого члена клана тем меньше будет вот это вот значение плюс есть еще вариант выгнать членов клана слабых то есть например вот у них 50 из 50 вы выгоняете 10 нижних и вот этот рейтинг сильно падает вниз но насколько это реально будет мы сейчас с вами посмотрим насколько я знаю где потом плюс-минус 6 прибавляется если я не ошибаюсь сами понимаете разброс очень большой не люблю я такие большие разбросы но 6000 соответственно опять же если у вас киска и другая информация пожалуйста пишите с удовольствием посмотрим так смотрим следующий клан здесь у нас уже 17 да то есть там было 19 здесь 17 800 следующие смотрим 18 565 окей следующие смотрим 17 607 пока где-то плюс-минус 2 до все получается следующие смотрим 17 715 опять плюс-минус 2 и попадаем мы красавчики которые специально снижаем кубки там до усрачки вы знаете например у меня на хуна на велико вообще 0 кубков я специально держу эту тему кто не в курсе можете посмотреть другие виде для чего это дело опять же у нас маленькое количество кланов членов клана которого тоже мы стараемся выгонять те кто у нас вообще особо и лентя и но как вы видите с 15 с половиной тысяч кубками мы попадаем к вот таким вот противником 19 485 соответственно если бы у нас вот это число было бы еще меньше там например 13 еще что то то может быть мы к таким большим и не попали по ну по крайней мере практически мной доказано что чем меньше кубков тем проще противники вам достается так здесь мы все с вами посмотрели ну помимо прочих вещей вы можете вообще посмотреть здесь же схемам придется сражаться то есть какие у них уровни войск будут там вот я вижу 37 37 еще один в целом клан не очень сильный но у него такой хороший костяк я например вы считаю явно мощнее чем наш клан потому что если наших посмотреть то у нас очень много слабых игроков но вот кто-то тут из молодежи затесался и так а так в принципе там тридцатки 20 там большие в среднем уровень наверно 30 уровень клана я бы назвал хотя ну то есть у них есть сильные игроки могут быть сильные игроки мы в принципе больше того даже можем туда зайти посмотреть например посетить профиль посетить непосредственно его армию посмотреть вот видите мощь отряда 957 у них 33 вот просто будете понимать с кем вам придется сражаться такой вот анализ можно провести дальше давайте возвращаемся с вами к нашей карте так у нас сейчас какая стоит задача у нас осталось 11 минут до начала битвы на задача колон лидера обязательно зовут в это время когда-то зайти посмотреть еще тут как наставить когда ваш баллон нужных по максимуму забить давайте смотреть как это будет работать значит да еще забыл сказать один очень важный момент для того чтобы принять участие именно в этой войне у вас в клане должно быть 20 человек меньше будет вы просто не сможете участвовать в войне имейте ввиду дальше смотрите то выбираем например я зашел в режим редактирования и смотрим как проверяем за нашими бойцами чего не там наставили посмотрите 242 301 512 286 153 491 308 ну в общем так друзья ну вы видели там ребят стоят по миллиону вы принципе можете с других башен тоже кого-то сюда перекинуть при желании но самое главное чтобы у вас не было следующим образом когда стоит например один какой-нибудь более-менее сильный игрок а за ним все послевающие идет почему то что его убивают но естественно всех остальных тоже убивает логичнее поставить по возрастающей хотя это технология не самая такая вот прям супер 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 есть несколько других технологий например можно ставить волнами то есть например сильный который срезает верхушку их слабых потом идет слабый у вас допустим да потом опять сильный такие волнами идет но сейчас мы я смотрю у нас здесь все более-менее слабые такие накопились мы сейчас попробуем с вами все это дело как-то стабилизировать и так давайте давайте двигать выбираем переместить и ставим вот первую игрока в самое-самое начало и для разминки врага что это нам даст это даст когда враг его убьет у него будет на втором бойце на нашем штраф который он получит за то что он убил перед этим нашу батя но я думаю что это мы просто покажем вам в бою все окей мы его переместили дальше давайте я попробую вам показать не знаю сработает или нет поставлю более-менее сильного игрока так вот сюда вот его поставим да то есть он уже будет иметь враг штраф нарвется сюда ну и дальше как если мы его осилим уже штраф будем иметь мой дальше ставим по возрастающие кино сам оставил вот сюда в самый низ пусть он в конце будет за всех отдуваться так здесь маленькую волну сделаем но я думаю что здесь особо сильно разницы не будет да вот таким образом выстроим башню но сразу скажу что башня слабая получилось у нас к сожалению но вы должны понимать что каждая башня имеет определенное количество славы и чем круче башни тем за нее будут по логике вещи биться более сильный отряд сохраняем изменения заходим следующую башню смотрим что у нас здесь так здесь у нас давайте классику поставим возрастающие просто пусть будет вот так вот как-то но с небольшой просадкой здесь вот так сделаем прям чистую классику да окей сохранили смотрим что у нас здесь здесь у нас уже все нормально двести восемь три статана ну в общем достаточно тоже слабая баба башня но при этом звездочек меньше здесь тоже маленькое количество вообще звезд почему-то мало так вот здесь я смотрю все отлично менять ничего не нужно здесь еще посмотрим здесь сейчас мы поменяем с вами хотя хотя давайте-ка мы круза сюда вот вперед вытащим пусть он у нас встретит противника вот так вот но потом уже будем их как-то так более-менее добивать окей сохранить в общем то все мы все посмотрели с вами все что нужно вот кроме этой башни здесь у нас по одному бойцу бьются наверное нужно будет отдельную тему сделать но логично когда их там 2 например делать одного воина одного либо резателя либо хиллера даже наверное хиллеров предположить но желательно при этом война иметь который будет сам автоматически респотца вообще башни интересно это такой вот турнир один на один прям получается у меня не всегда привлекают опять же башни каждая башня имеет определенное условие да то есть в этот отряд размещу . вы можете перенитать как это не то так опять не то магический урон уменьшен на 40 процентов то есть магов сюда смысла особых ставить нет есть смысл ставить воинов ну либо какие-то смешанные отряды здесь смотрим здесь тоже нет условий но условия бывают совершенно разные вот здесь магический урон уменьшен на 80 процентов в точку можно выставить не больше одного бойца физический урон увеличен на 190 в точку можно выставить не более четырех бойцов до обращаю внимание это очень важно потому что очень многие этого не понимают смотрите показываю вот на примере вот этой башни нет и где-то мне здесь было это сейчас сейчас вам покажу очень короче очень многие игроки особенно начинающие имеют в отряде там по три по четыре бойца по 5-6 это уже все-таки на более высоких уровнях получается имейте ввиду что каждой башни обычно имеет возможность поставить 6 бойцов то есть не 4 не 5 а 6 и вам нужно будет иметь специально для того чтобы участвовать в войне одного или двух дополнительных воинов которые по обычного отряде у вас нет но при этом хорошо прокачены и хорошо одеты для того чтобы усиливать свою армию на войну то есть всегда смотрите на то количество бойцов которые есть в башне которые есть возможность поставить сейчас я пытаюсь найти нет здесь нету таких ограниченных ну вот здесь только на 4 но 4 сами понимаете да что почти у всех здесь есть например мне чтобы поставить на хуна на и здесь пришлось одного бойца из обычной армии убрать поэтому как бы отряд получается ослаблены да друзья когда есть возможность поставить ваш отряд и он не стоит вот здесь вот появляется башенка с восклицательным знаком если отряд уже стоит то соответственно восклицательный знак пропадает и получается что вот такое но и не забывайте что во время войны если вы будете много времени уделять всему этому то у вас будет падать сильно настроение в замке что снизит уровень непосредственно счастья да и дохода в замке поэтому периодически сюда заходите и радуйте своих жителей своим присутствием давайте возвращаемся с вами непосредственно опять на режим схватки принципе здесь я вам все рассказал но сейчас наша задача является не занять первое место я посмотрел какие нас соперники соперники достаточно сильные поэтому я планирую что было бы неплохо занять хотя бы третье место нам таким составом хотя как вы видите достаточно большое количество членов клана вышло нам шестерых человек не хватает для того чтобы занять две башни и в общем ребята которые пришли на войну огромное вам спасибо потому что все таки война это вас достаточно большой расход яблок сейчас мы кстати в нашем клане используем гибридную систему мы ходим не на все войны я стараюсь выставлять на все войны но взять находим только в какое-то одно время на войну но в остальное время уже по желанию ребята приходят и добирать потому что в любом случае бывает такое что например мы войну проигрываем и попадаем там допустим на шестое место но при этом те ребята которые выставили своих бойцов тащат свою бан башню получают свои звезды персонально свои звезды получают свой приз и и звезды в копилку кладут себе и приз в копилку кладут ну в общем всегда смысл ходить на войну есть если у вас есть лишние яблоки так что имейте ввиду и так этап подготовки нас подходит к концу и начинается у нас война сейчас ожидание идет ответ от сервера здесь у нас появляется вот такой вот значок который показывает что башня в огне и у нас начинаются первые сражения давайте посмотрим что у нас получится как вы видите здесь у нас три клана выставили даже не три раз два три четыре пять пять кланов выставили в эту башню своих бойцов давайте посмотрим что у нас получится на ускоренной перемотки здесь можно посмотреть по количеству войск у нас больше давайте посмотрим мы здесь с вами делали хитрую тактику как вы помните да первый слабый потом сильный потом посмотрим что у нас получится так и сейчас вот хуна на идет у нас в атаку и вот то что я вам показывал вот этот вот штраф усталость после серии побед отряд устает и слабее начинает наносить меньше урона получать больше сейчас нас уже 20 процентов идет и вот здесь вот сильный противник у них стоит мы-то его точно не побьем так покусаем немножко но теперь он будет доходить до наших бойцов эта усталость уже будет накопиться у него и ну собственно наша задача сделать так чтобы когда он дошел до последнего нашего бойца он уже был весь измотан и наш последний боится смог с ним справиться я надеюсь что это у нас получится потому что изначально вот видите 152 плюс против 256 шансов изначально было у нас мало но так как нас было больше в общем я думаю что этот бой мы успешно с вами затащили так давайте смотрите что у нас идет дальше войны у нас я так смотрю еще там кто-то ждет посмотрим такие лун здесь кстати есть чего такая вот кнопочка на нее можно посмотреть посмотреть во первых ваши отряды какие здесь стоят а во вторых посмотрите отряды противников но вот например у таки вы стоит вот такой вот противник нет это не у таки это там еще у кого-то было у таки вы нормальные противники стоят я смотрю у них вот есть 749 и вот с этим придется повозиться я думаю что даже моему наверно сорьем до моему слили но это было логично кстати здесь же можно посмотреть статистику по проведенным боям показывает по всем бойцам я честно говоря не знаю зачем такая статистика нужна на логике я в этом не особо вижу но при этом вы видите да какая мощность идет наш отряд и отряд врага у них мощь была суммарная ну где-то почти на процентов 30 больше чем у нас так ну что друзья мы закончили этот бой мы его проиграли благополучно ну как вы видите этот бой мы полностью проиграли мельбурн просто в наглую захватил 4 башни просто они красавцы 15000 нота нереально получат большая все остальные ничего не получится сейчас я вам покажу мельбурна давайте последний бой посмотрим с вами что это будет из себя я смотрю сильные ребятки вот здесь вот здесь явно слабей ускоряемся это прям такой рыцарский настоящий турнир один на один не хватает коня с копьями кстати разработчики в этом подумайте может коней нам ввести то как то что за рыцарь без коня то вообще какой-то неправильный рыцарь но у них я смотрю вот этот вот текила хохол там электронных там он прям всех их сделал но один на один сейчас у них осталось посмотрим что получится но я думаю что шансов вот смотрите как он прям на резвенько сделал да да друзья да смотрите такие одессе видел и кстати это было именно тот клан в которому мы проиграли я так понимаю но собственно все как вы видите война кончилось мы можем сюда перейти на вот сюда в клановые войны можно начать следующую войну при желании и посмотреть результаты того что у нас случилось смотрим детали смотрим ну то как как раз произошло да мы с вами заняли четвертое место места вот здесь вот распределяются ну видимо каким-то полученным результатом потому что у нас было самый меньший уровень из всех этих ребят у нас было что-то там 14 чем-то у всех было там по 16 по 17 по 18 по 19 все-таки видимо какие-то результаты здесь учитываются мы на четвертом месте но у нас 0 очков как вы видите и все очки себе дополнительные забрали такие одесса и мильборн старые вот такие одесса они реально молодцы потому что у них получилось что фактически взяв всего две башни они ну 28 тысяч звезд себе заработали молодцы друзья на этом все приходите еще будет много всего интересного всем пока пока